Итак, почему одна жертва была принята, а другая нет? Тут написано, что Господь презрел на Авеля и на дар его. Богу важен человек, сам человек, намерение сердца человека. То есть, Каин ему не очень нужен был. Ну, Каин, пробурус-то, ну как, он просто принес. То есть, Каин ему не нужен был. Намерения сердца Каина были, не такие, как у Авеля. А какие намерения сердца были у Каина? Каин просто принес ему плодов, а Авель принес от самого лучшего. То есть, если бы тот принес от самого лучшего, Всевышний бы принял? Ну, наверное, да. Да-да, да-да. Вот еще есть мнение. Во что? Во что? Не, я же не возражаю. Я же не сказал ни да, ни нет, я не согласился, не отвергнул ничего. Я спросил просто, вера во что? Ведь понятие веры – это очень, ну, непростое понятие. С одной стороны, как бы понятие достаточно простое, а с другой стороны – не очень. В чем простое понятие веры – оно простое. Проверю. Правильно ли вы утверждаете? У меня в заднем правом кармане лежат деньги. А вы верите в это или нет? Верю. Отлично. Я вас хорошо знаю. Я тебе говорю. Согласен. Вы абсолютно правильно сказали. Вера, она любопытна тем, что я надеюсь, что никто из здесь присутствующих не верил в то, что у меня лежит в кармане. Вы вообще, наверное, навряд ли об этом думали до тех пор, пока я это не заявил. Оно вам как-то не очень надо, что у меня рассовано по карманам. Понятно, да? Второй момент. Что-то прозвучало. Вы что-то услышали. И вера, она происходит от чего? Отслышали. Вот. Вера, она происходит от слышали. Верите, что завтра будет хорошая погода? Верите, что у меня в заднем кармане лежат деньги? Верите, верите в это, верите вы в другое? Это уже второй вопрос. Во что? Но если вас не спросить, верите ли вы в это, то вы можете верить? Каким образом? Вера происходит от чего? Когда некоторые люди говорят, я верю в то, что мне Бог даст вот это. Я всегда спрашиваю, а вы слышали о том, что вам Бог это даст? Вы выдаете ваше желание за вашу? Вы хотите этого. Но вера происходит от чего? И правильная вера, она происходит от слышания слова Божьего. Может быть, неправильная вера, которая происходит от слышания слов человека. Очень хорошая. Но правильная вера, она основана на том, что вы слышите слово от Бога. Заметьте, слышите. Это природа веры. Вера, она от слышания. Понятно, да? Если вы этого не услышали, то вам, в общем-то, и верить особо не важно. Ну, другой вопрос. Не зачем, не есть зачем, это уже другой вопрос. Итак, когда мы говорим о том, что он что-то сделал верою, то он прежде что-то услышал. Дальше. Очень любопытное место Писания, которое неплохо было бы еще процитировать. С вашего позволения я его попробую процитировать. Это послание евреям, 11 глава, 4 стих. Веру Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он правильнее, как за свидетельство у Бога дарах его. Ею он по смерти говорит еще. Ею он по смерти. Ею это чем? Верой. Не жертвой, а верой. Он по смерти говорит, что еще? Он же умер. Он умер, нет? По смерти значит умер. Ну да, я вам подскажу. Бог не есть Бог мертвый. Бог есть. Бог живет. Да, он перешел из одного состояния в другое состояние, но при этом он еще что делает? Говорит. Ему уже верить не сильно надо, потому что я думаю, что он на небе. У него с этим попроще, чем у нас. Он уже встретился с Творцом. Мы же говорим о том, что он уже перешел из одного состояния в другое, и судя по всему он там. Да? Но ею он по смерти. Ею это чем? Верой. Говорит еще. Интересно, кому он говорит? Нам. Ага. Значит, верой он по смерти говорит еще. Нам. Тут не написано слово нам. Но если он говорит, то он же не сам себя говорит. И не говорит тем, которые уже на небе. Не он говорит. А кому он говорит? Нам. Значит, нам нужно понять, что он нам говорит. Он что-то сделал. Мы видим, что он сделал. И результат того, что мы видим, это говорение его веры. То есть, в этом поступке видна его вера. Как это ни странно? Скажите, пожалуйста, вас не спрашивали? Люди, когда вы уверовали, не задавали ли вам такой вопрос? Вы туда деньги носите? Они спрашивают на самом деле. Послушайте, ребята, а вы вообще серьезно? Вы серьезно верите в то, что вы говорите? Что люди спрашивают вас? Вы к этому серьезно относитесь? Если вы к этому несерьезно относитесь, все, спокойно. Тогда все нормально, еще не совсем с ума сошел. Деньги туда еще не понес. Но если понес туда деньги, пиши, пропал. Квартира – это отдельная тема. Итак, о чем люди спрашивают вас? Серьезно ли вы, что ваши дары говорят о вашей серьезной вере? Серьезной. Послушайте, вы расстаетесь с тем, что вам самому, извините, надо. И здесь вопрос о том, что Авель что-то говорил своей верой. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема вне же следующей. Каин тоже пример. Проблема заключается в том, что если бы была речь о том, что ты принес, то Каин, извините, тоже принес. Если речь о том, что принести, то идея принадлежала Каину, он первым принес, значит, он первый говорил своей верой. Но оказывается, первому принести, и принести вообще, это не вопрос веры еще. Вы знаете, я знал людей, которые были неверующими людьми, но приносили достаточно большие суммы. Это один и тот же человек был, в синагогу, в мечеть, и в православную церковь. Вопрос был не в благословении, там все было хорошо. У него уже жизнь удалась, как он понимал. Он переживал за будущее. На земле все устроилось, неизвестно, что дальше. Поэтому человек понимал этот процесс следующим образом. Ну где-то же он у меня взял. значит, я уже с ним в хороших. Послушайте, человек понимал очень просто. Если Бог у него берет, значит, он с них. Это нормально. Знаете, это как в хорошем старом анекдоте. Когда один человек умирает и приходит к воротам рая, там апостол Петр стоит с мечами, и у него такая книга. Он говорит, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Представьте, что он представляет? Он говорит, Иван Иванович, да, хорошо, все. Говорит, вы знаете, есть сложности, я вас пустить сюда не могу. Как? Он говорит, вот в списке вас нет. Говорит, подождите, подождите. Я хотел просто выйти. Я жил на земле, все было нормально. Регулярно ходил в церковь. Он говорит, ну да, тут все прописано. Говорит, ну, мне неудобно было бы вам говорить. Вы знаете, говорит, я помогал священникам, там каждую неделю деньги давал. Говорит, ну да, тут, говорит, все прописано про это. Говорит, понимаете, у вас все равно в списке нет. Говорит, вы прочитайте там внимательно, человек начинает нервничать, его не пускает. Говорит, вы прочитайте. Я говорю, мне неудобно было говорить, как-то я скромностью молчал, но я, говорит, там землю для монастыря такие, и все это пожертвовал. Говорит, да, 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 вы не переживайте, тут все записано про землю, если вы купили. Говорит, ну, в основном в списке вас, извините, нет. Но человек начинает так раздражаться, мне нужно нервничать. Говорит, вы там посмотрите, еще внимательнее, потому что я не только землю купил, но я весь монастырь на своей земле построил. Тот говорит, ну да, и про это, говорит, все записано, но, говорит, ну, человек уже совсем расстроен, говорит, я главный колокол в этом монастыре из золота. Говорит, вы только не прийдете, я сейчас пойду, говорит, вы только не переживайте. И апостол Петр уходит, через некоторое время возвращается, говорит, вы, только не переживайте, мы вам деньги вернемся. Понятно, да? То есть, люди, в общем-то, как это ни странно, готовы. лишь бы потом все было хорошо. Вопрос, а это вера? Нет. Как это ни по странно, в той же одиннадцатой главе евреев написано, что вера же есть. ибо с верой угодить Богу, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущий Него Он воздает. С точки зрения логики предложения построены мягко говоря не совсем правильно. Если я прихожу, то я верю, что Он есть. Что тут непонятного? Если бы я не верил, то я бы не приходил. Если я уже пришел, то этот факт свидетельствует о моей вере. Описание говорит, нет, вообще ни о чем мне говорить. послушайте, то, что вы приходите, еще ни о чем не говорит. Говорит, надо, чтобы приходящий веровал. Хорошо. Чтобы Бог есть. Мы сейчас не про воздаяние. Да воздаяние еще далеко. Тут бы с верой разобраться. Послушайте, какое странное предложение. Если я прихожу, то для меня это очевидный факт. Я верю. Описание говорит, ничего подобного. Если ты приходишь, еще неплохо, чтобы ты верил. Тут учитывается все, что вы хотите. на самом деле, мы прекрасно знаем людей, которые приходят и дают, и нормально дают, причем могут давать, как я говорил, в синагогу, в православный храм, в мечеть тоже, куда угодно. И придите к этому человеку, он и вам даст на что-нибудь хорошее. Он не жадный, он лишь бы, чтобы у него все потом было, он что делает? Договаривается на будущее, инвестирует, правильно? Потом могут ему правда деньги вернуть, потом будет плохо совсем с инвестициями. Есть другие инвестиции, мы будем говорить о них, потому что еще говорить о том, что собирайте себе сокровища на небесах, которые не портятся. А эти сокровища могут быть подпорчены. Итак, возвращаемся к тому же самому вопросу, который казался бы простым и очевидным. Авель о чем-то нам говорит. И явно он говорит не то же самое, что говорил Каин. Да? Потому что Всевышний что-то засвидетельствовал о дарах Авеля. А о дарах извините Каина ничего. Так что ну как бы один принес и второй тоже принес. И тот и тот принес. Но Авель что-то сказал такое, что до сих пор звучит. Авель вот тем, что он принес, сказал нечто такое, что до сегодняшнего дня говорит. Мы можем это слышать. Каин, которому принадлежала эта идея, тоже как бы принес, но то, что звучит, нам не очень понравилось. Хорошая музыка. Это хорошо. Я вам скажу, что всем не расстраивайтесь. На самом деле можно даже отвечать на телефонные звонки и ничего против не делать. Значит достаточно важная часть и я могу подождать пока вы ответите. не расстраивайтесь этим точно. Все нормально. Когда я провожу семинары, учения, я спокойно отношусь ко всем телефонным звонкам. Зато всем знают, что надо молиться за Израиль. Видите, так что вы совершили хорошее доброе дело. я надеюсь это не у вас. Хорошо. Это за Иерусалим. Все хорошо. Итак, ей он по смерти говорит нам. Что-то он говорит. И то, что он говорит, судя по всему, это достаточно важно, потому что об этом говорится не только в Торе, но и в Новом Завете. И причем об этом говорится, как это ни странно, в 11 главе послания к евреям, глава, которая говорит нам о вере. И вы знаете, вера это очень широкая тема, и она напрямую связана с даянием. Вера напрямую связана с даянием. И когда люди спрашивают вас о ваших даяниях, они спрашивают на самом деле про вашу веру. То есть вера и дары, они очень связаны между собой. Они не похожи, они связаны. Итак, неплохо было бы разобраться, если Авель принес жертву лучшую, чем Каин, и это лучшая была вера, ничего плохого про дар Каина не сказано. Простите, Бог отозвался достаточно хорошо о том, что сделал Каин. Он спросил, если делаешь доброе, как он назвал его поступок? Доброе. Он не имел ничего против того, что сделал Каин. Он говорит, послушай, в чем проблема? Ты сделал хорошо, почему у тебя печальное лицо? Если ты делаешь хорошее, у тебя лицо какое должно быть? Что у тебя с лицом? Улыбайся, правильно. Должен улыбаться, а ты какой? печально. Он говорит, слушай, есть проблема, у дверей лежит грех. Но имело ли это отношение к самому поступку? Он говорит, если делаешь доброе, то есть сам поступок принесения товара материальных ценностей был каким? Добрым, хорошим, никаких претензий. Другое дело, что произошло, мы не приняли. ну не случилось, ну не приняли. Говорит, чего грустить? Говорит, есть предмет для грусти, у другого взяли. если бы ни у кого не взяли, не было бы прыгнуть. Были бы все довольны, что было бы нормально. Ни у тебя не взяли, ни у меня не взяли, лишь бы не было так, что у меня не берут, а у тебя берут. Ну, что такое? Уж плохо, так всем. Если у меня взяли, у тебя не взяли, ничего страшного. А наоборот, это уже трагедия. Что-то произошло. Послушайте, первый раз идея пришла в голову вообще людям принести дар. До этого мы не читаем, что такие идеи были у Адама и Хавы. Не написано, что они приносили дары. Написано, что они брали, что нельзя было брать. Это написано. А что они что-то дали, не написано. Взяли без спроса, да. А вот принести что-то, не спрашивай ничего. просто принести. Никто не сказал, они принесли. Написано такое. А об этих двух товарищах, причем об одном из них, написано, что у него пришла идея в голову, никто ему ничего не говорил, именно пойди и принеси вот это. Ему сказали? Нет. Ему самому пришла светлая мысль в голову взять чего-то и принести. И Бог говорит, нормально, хорошо, хорошо, только не взял. А у другого, который, ну, скажем так, согласился с первым и принес тоже, что? Тяга. Вот это уже была трагедия. Итак, сегодня, как это ни странно, у вас стоит при входе стака. Ну, ящик таким. Не знаю, стака или нет, ящик стоит, видит. Ящик стоит, прорезь в ящике и туда приходит, и что? Я думаю, хорошо, я думаю, хорошо, что не происходит ничего сверхъестественного после бросания. кто знает, может быть, были смертельные исходы. Вопрос, не в кучках пепла могли быть смертельные исходы. До сегодняшнего дня, вы не поверите, у одних принимают, а у других нет. И те, у которых не берут, могли обидеться. На тех уже взяли. Так что, может быть, и хорошо, что Бог не показывает. Понятно, о чем я говорю? Проблема. У нас, товарищи, ниже следующее, что мы сегодня не думаем, взяли у нас или нет. Еще раз, только медленно. Многие из нас сегодня не думают о том, взяли у нас это или нет. Послушайте, тогда был такой момент в истории человечества, когда было очевидно принятие одного и отвержения другого. И тогда точно шла речь не о даре, а о личности, как вначале верно было замечено, что принят был Авель, а Каин не был принят. И как следствие принятия Авеля был принят его дар. Человек стоял на первом месте и дар в общем-то не имел никакого значения. Есть теория о том, что Авель принес первородное, о том, что Авель принес жертву с кровью. И поэтому Всевышний принимая жертвы кровавые, страшно, принял и эту жертву. А продукт проклятой земли был просто, ну как бы, Бог хотел бы его принять, но как он может принять продукт проклятой земли? Понятно, что не может. Именно поэтому он учреждал потом хлеб на жертву и принимал эти, в общем-то, продукты. Первые плоды тоже, извините, продукт проклятой земли тоже что делал? очевидно дело не в процедуре принесения и не в том, что принесено. Жертва не обладала неким магическим свойством. Дары жертвы не обладают неким магическим свойством. Если вы принесли жертву или дар по всем правилам в полном соответствии с тем, что к ним требовалось, от них требовалось, не факт, что у вас его взяли. Читая пророка Исаии, мы видим, что Бог спрашивает тех, кто приносил, кто вообще вас просил сюда приходить. Первый глава, да, это первый глава. Бог спрашивает, а вообще зачем вы сюда приходите, кто вас просил? Говорит, мне вообще, честно говоря, ваши приходы отвратительные. Понятно, о чем идет? жертва не имела никого магического свойства, что он не хотел, но принимал, потому что ну что, они все правильно сделали. Вот если бы сделали неправильно, мог бы и не принять. А поскольку они все правильно сделали, ну, деваться ему некуда, придется принимать. так вот, нету такого. Он волен принимать или не принимать. Приходить к нему мы должны только на его правилах и на его условиях, дальше мы будем говорить, что такое жертва есть, или какие требования он предъявляет к тем, кто приближается к нему. Это отдельная история. Мы должны соответствовать тем требованиям. Но тогда, на тот период времени, таких требований, извините, не было. И они поступали по своему пониманию и разумению, и никто им не говорил, как это делать. Им пришла эта светлая мысль в голову двум братьям, и они это сделали. Но это свидетельствовало их вере. И вера одного была такова, что он был принят, вера второго была такова, извините, что он не был принят. Это две природы веры, о которых мы, в общем-то, на сегодняшний день говорим. Две веры. И вы знаете, они знали о том, что творец есть. Откуда? От родителей. Папа с мамой. Как это ни странно, папа с мамой были в курсе. И очевидно, что они говорили, как раньше было хорошо до тех пор, пока маме не пришла эта идея в голову. Сынок, мама во всем виновата. да? Раньше мы жили в более престижном районе. Сейчас нас выслали оттуда, и туда мы не можем теперь. Стоит ангел с мечом, и нас туда уже не пускают. То есть, съехали мы с центра на окраину. понятно, что, в общем-то, дети, они что-то слышали. И оттуда, откуда они слышали, могла появиться вера. Мы говорили, вера, она происходит от чего? Отслышали. И очень не зря написано спустя некоторое время. Спустя некоторое время что-то произошло в их жизни. что-то произошло в их жизни, благодаря чему они решили принести дары. Что говорят дары? Дары иногда умеют говорить о нашей зависимости. Дар это выражение нашей зависимости. Не всегда дар выражение нашей зависимости по отношению к людям, но по отношению к божеству дар это выражение зависимости. Спустя некоторое время люди понимают от кого они таки зависят. И говорят послушайте мы понимаем что мы зависим и поэтому неплохо было бы с вами договориться. давайте я сделаю что-нибудь вам приятное принесу вам дар. Человеку приятно это? Да. Когда нам приносят дары как выражение того что от нас зависит нам приятно? Приятно да? Некоторые вы думают послушайте на самом деле нам приятно потому что тот человек который от нас зависит может искать расположение а может просто говорить спасибо. Есть варианты даже в выражении зависимости есть варианты на тему сказать спасибо и на тему сказать слушай давай договоримся я понимаю что я тебя завишу поэтому давайте буду делать хорошо хочу тебе поклонить но чтобы ты в будущем не покосил мне идея принесения дара в будущее это идея давай мы договоримся с тобой но чтобы ты мне как программа минимум не гадил чтобы ты у меня не отобрал то что у меня есть ну программа максимум дал больше чем я тебе принес но программа минимум чтобы хотя бы не отбирал то что у меня есть давай мы договоримся с тобой перед ты в моей жизни не вешиваешься вот тебе это а ты сюда что не лезь я тебе отдал 10 минут что тебе по отношению ко всем остальным деньгам я 10 минут принес 90% чьей я вам повезло что у вас не собирают пожертвования мне не допускали процессу я не слышал что я обычно спрашиваю людей чьи деньги деньги божьи ну некоторые говорят мои сразу честно спасибо некоторые начинают говорить правильные слова мои это честные а те которые правильные божьи все все его господь все твое мое твое мое мое твое как вы думаете что я пошутил да не доставай деньги послушание лучше жертвы доставайте деньги больше те аудитории вообще не шевелится деньги доставайте неизвестно куда это все будет деньги деньги может быть с кошелька деньги не 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 тех кто с кошельками не надо показывать сколько достаточно достать просто кошельок нет не трогайте вот вот все, что взяли, оно все равно принадлежит кому? Богу. Так что вы переживаете? С кошелечком, с кошелечком. Кредитные карты после этого тоже лежат. Оно же все равно его. Что вы так переживаете? Оно все равно принадлежит кому? На дорогу тоже не надо откладывать. Да, ну, неинтересно, потому что большая часть не сделала, потому что я просил. А что было в 40 минутах? Кто вам сказал, что я буду просить деньги? Зря вы это связали. Я не буду проповедовать о преуспевании. Мы не будем сейчас проповедовать проповедовать о преуспевании. Я хочу выяснить, чьи деньги. Если вы будете послушными, если обещать, то я вам задам вопрос. На самом деле, меня интересует, что те, кто это сделали, возьмите вот все это в руку. Теперь с печалью посмотрите на все это. Нет. Просто после этого можно честно ответить, чье это. Мое. Когда человек понимает реальность расставания, он говорит иногда правду. Когда он понимает, что это сейчас все, что у него было, может уйти в чужие злые руки, после которого он будет преуспевать, этот человек, который попросил. Человек говорит правду, мою. Я говорю, я получаю, ну, когда я это делаю в собрании, я получаю массу удовольствия, видя, как люди откладывают деньги на обратный проезд. На всякий случай. То есть они понимают, к чему все это идет. И понимают, что надо перестраховаться. Хоть домой не пешком идти. Понятно, да? То есть правда заключается в том, что после того, как мы заплатили часть, мы понимаем, что все остальное принадлежит мне. Хотя мы все принадлежим ему, это понятно, но вот это, извините мои. То есть мы отдали часть, чтобы обладать всем остальным. Ссоря, это юридическое. Язычники готовы расстаться с частью, чтобы спокойно распоряжаться всем остальным. Не спешите с еврейским. Не спешите с десятими еврейским. Потому что десятина существовала еще до евреев. Это не было ноу-хау евреев. К примеру, в Уре, в Уре, который был хаудистом, в Месопотамии, спасибо, в цивилизации шумеров, было такое религиозное сооружение, называлось оно Зекурат. Поклоняются они Богу Луны. И вот там были священники, которые, вы не поверите, принимали, знаете что? И мало этого, у них были месячные, квартальные, годовые отчеты по сбору десятин. И когда Авраам отделил десятину, ну, что-то сделал то, что он, ну, я не знаю, практиковал ли он это в Уре, но другие, точно в Уре, это что они практиковали. Понятно, да? То есть, не все, не во всем виноваты евреи. Некоторые вещи делали еще до нас. Да, поэтому мы не ко всем, я понимаю, что ко всему плохому это имеет отношение, конечно, евреи, но не ко всему, оказывается, да? Не все от нас. Ну, что они верили? Итак, нас интересует простой вопрос. Вера Авеля. На сегодняшний день вера Авеля говорит до сих пор. И если мы поймем, о чем же говорит Авель, то нам от этого будет все добро. Счастье. Будет вам счастье. И если не поймем и уподобимся кайну, то, несмотря на то, что принесем, может быть разочарование в жизни. Каин был сильно разочарован в своем добром деле. Поэтому у вас есть немного времени до завтра поразмышлять на тему. что же такого в вере Авеля было, что он был принят? И что в вере Каина было такое, что он не был принят? Любопытно. Я не думаю, что мама с папой говорили им разные вещи. или вы думаете, что папа с мамой знали, что один плохой, другой хороший, поэтому хорошему говорили одно, а плохому говорили совсем другое. Думаете так? Нет. Я думаю, что мама с папой говорили одно и то же, обоих. и оказывается, при том, что оба слышали одно и то же, поверили они по-разному, а слышали одно и то же. И вот что-то было, что отличало коренным образом веру одного от веры другого. И у вас несложная задача. До завтра это понятие разобраться.